всем доброго утра дорогие мои сегодня вот пятница благословенная пятница вас сегодня теплая немного погода уже пошла уже весна уже задышала как бы своим я не выходил два дня вот так то таким вот пергаром ну сейчас у всех свои проблемы вопросы тоже много вчера я разговаривал здесь нашими соотечественниками которые сюда приехали вот здесь смены тоже переехали сюда честно говоря я вообще не понимаю потому что счета большинства заблокированы даже знаменитый миллиарды буртман аж самая недавно чуть ли не разжаловался что ему даже жить трудно будет за границей уж говорить о таких этой но я лично думаю что все трудно и все трудно и тяжелое наоборот человека укрепляет мне кажется может быть я думаю все таки надеюсь что надежда умирает последний может быть бизнес можно будет выгодно будет делать у себя на родине откуда мы все приехали за поиском теплых мест посмотрим что будет дальше вот кто-то вывозит деньги кто-то по социальным сетям как бы обналичить свои деньги у всех вот обнал chilling от deaths наличит от наличия свои деньги вот как гу вытащить деньги как бы устроиться как бы что большинство честно говоря вот из выехавшихiscal большинства я вообще не понимаю вот между bottoms говори а вообще не понимаю потому что хочу сбили это не сахар это не сахар никто с распространенным объятиями не ждешь большинство у которых билеты купили в один конец а в кармане ветер гуляет а тема мизерные суммы которые сама не с собой провели они улетят они улетят момента моря деньги летят просто так но тем более как говорится без гражданства без ничего без права на работу здесь конечно можно устраивать и свой бизнес все все но при для этого нужны очень много условий соблюдать которые не по карману и да и во первых можно первую очередь это гражданство 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 вот у меня сейчас мой дорогой брат приехал из нашей бывшей социалистической это республик вот он сейчас покупает жилье недвижимость да на 250 тысяч долларов и у него будет где-то через полгода гражданство вот он уже его это сама а у кого нет денег ничего нету переехать сюда без копейку кармане и искать ходить мыкаться дешевые квартиры все ищут желательно бы даром вообще было лучше но уже дешевых квартир уже нету и не предвидеться я думаю вот я вчера разговаривал с одним знакомым риэлтором вот он говорит есть раньше говорит можно было течение часа год найти говорит где-то год сто вариантов который хочет как клиент сейчас горит течение одного дня горит если один два варианта найдешь его для сдачи и тогда хорошо а по приемлемой цены а по при покупке по покупке говорит и то же самое почти о дорогих год много дорогих очень много о цене цены так излом или что я не знаю вообще откуда они такие цены берут откуда они это это за бубенную цены ставят на аренду читаю просто объявление наших которые наши русскоговорящие ставят лимане в форме виде 20 тысяч 1800 долларов в месяц куда-то смотрю думаю наверное какие-то апартаменты как и так и нет блин а это вообще нечто почти 2000 долларов в месяц куда на 1 плюс 1 мало чего там от моря там написано 500 метров ну и что и то же самое и квартиры за бубенную цены огромные вот буквально даже вот который три месяца назад были другие цены сейчас вообще у меня один из моих подписчиков тоже я тоже на нее подписан на блогер ищу здесь за три тысячи или квартиры до 3000 уже вообще невозможно даже комнатку если найдет это хорошо море а вообще бизнесмены молодым ребятам я думаю какая то вот уже надежда есть потому что недавно вот зашел я вот всегда телевизор смотрю вот и есть вице-премьер григоренко он зашел президенту владимир владимирович путину вот и сказал что бизнесу сейчас немного будет легче потому что бизнесе было короче 300 вас 318 тысяч требований к бизнесу было это вообще нечто блин это я вот когда я услышал 318 тысяч требований к бизнесу сейчас оставили 170 тысяч требований это 170 тысяч требований к бизнесу я когда вот это я услышал я после этого понял что почему иностранцам легче вести бизнес россии чем самим же россиян представляете 318 тысяч требований к бизнесу это как придумывали что еще можно придумывать каждый раз что бизнеса не было своего 170 тысяч оставили представляете вот почти половину убрали почти половину убрали но все равно осталось это 170 тысяч тоже немало их вообще не должны быть минимальны минимальны вот тогда я думаю что и макдональдса не надо будет будут свои пельмены и свои блинные свои столовые самых блюда у нас и можно чебурек и пельмени манты и борщи и супы чего толка не то блюд которого а макдональдс даже не снилось но видите как такими требованиями конечно бизнес задохнется надо дать дорогу людям чтобы люди работали зарабатывали тогда никто никуда бежать не будет так что ну я думаю что григоренко доложил ну что было 378 самый тысяч вот это требует вообще нечто это 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 я когда это посмотрел для меня лысина дыбом стала честно говоря такие требования а так чё же говорить то я же говорю сейчас бизнесмен интересует бизнесмены интересуют все и пожарные и налоговые бандиты чиновники даже участковый того же района все кому не лень и и всем дай 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 кому дай этому дай этому дай этому дай там это закрывает этот договорись это улад это найти решал найти покровительный данную человек устает человек не может человек не выдерживает так я же говорю можно и свое развить как положено как у китайцев не надо никуда деньги увозить и где-то в каких-то странах там покупать футболные клубы яхты виллы свою страну бы вложить эти деньги строить дороги школы дома заводы фабрики вообще бы было бы идеально вот этих требований чтобы не было вот таких вот созданные в госдуме сидят почти 500 человек видимо просто клепает это законы клепает 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 а как говорил иосиф и соревнов сталин один раз я помню фильме каком-то военном фильме он бери и сказал дураку гордай горд богу молиться готова лоб расшибет и людям вот так вот это думаю все должно быть так что вообще мало требований налоги оплатил человек готовят вкусно все не надо к нему лезть не надо его проверять не надо везде искать пыльцу где-нибудь какой-нибудь грязь пальчиком ходят вот так вот ой это пыль ой тут пыль ой тут это ой тут это ой там это я не видел здесь чтобы кто-то ходил вот так вот это кафешках проверки бустраева вот здесь я живу уже восемь лет работают люди и никаких там бандюг там друг другом разборок ничего нету здоровая конкуренция в одном кафешка полна рода во втором кафешки почти нет никого почти нет никого хотя меню одно и то же просто у этого зазывала хорошая там стоит там зазывает там на улице девушек ставит парня проходите пожалуйста каждый как-то это на копейку делает меньше уже народ идет чем-то а тот не не мстить ему ну и что не идут это здоровая конкуренция вот я не понимаю я же говорю очень много бегут я так и называю бештановая команда ну чё прибежали ну и дальше что на что будьте жить-то палатка я вот недавно один меня подписчик молодой парень тоже где-то месяца два наверно здесь был он меня совет спрашивал он тоже жил как говорится на пляже где-то палатках я говорю уезжай домой ничего здесь я голове уезжай домой он мне вот вчера отписался гадяга купил билет через там был выиграть право гадяга уезжай домой чего делать то есть это денег нет ничего нет ну приехали дальше что жить то на что-то надо но вот такие вот дела я же говорю даже сейчас очень богатые люди уже плачут потому что счета заблокируем все заблокируем все яхты вилла арестованы все блин куда на обогатили других страны обогатили построили других странах виллы спонсировали вот это строительство вилл коттеджи яхт там все толка не к себе зачем школу строить зачем это строить а теперь все отобрали о и чё голые так что надо свою страну все возить свою страну любить свою страну строить все а чиновникам и всем остальным вот которую не надо трогать людей которые работают не надо трогать тех которые что-то создают не надо их трогать они трогали потому что доллар им надо доллары а за эти доллары вести все куда на майами куда-то какие-то эти вот так что бежать никуда не надо я лично мое мнение бежать никуда не надо бежать никуда не надо вот сейчас вот это сразу наполовину убрали столько требований тоже надо было столько 370 тысяч это пристав вот здесь у меня написано 318 тысяч требований было бизнесу оставили 170 тысяч еще вот так вот оттуда надо вообще убрать нафиг все 170 там оставить там чуть-чуть там пять-десять этих да правила какие-то должны быть закон должен но не настолько же нужно 170 тысяч еще какой бизнес мы свой бизнес душим а потом плачем что за границей хорошо живут он человек построил дом я не видел вот за восемь лет он построил вот 8 я не видел чтобы какой-то проверяющий сюда приезжал единственно приезжали с архитектуры они вот этой арматур проверяли правильность это и кубики бетонные сдали на это на анализы 10 на 10 вот на строительной лаборатории вот все все построили делали все всего 4 человека работала не 8 квартир готовый человек спокойно живет две квартиры продал рассчитался застройщиком и застройщик заработал и у него 6 квартир осталось и никаких я не видел чтобы сюда ходили вот это все газовщики мазовщики там это всякие подключили прямо от ворот прямо врезали асфальт подключили и к воде и к электричеству и канализации все все а вы попробуйте у нас вот такой дом построить надо будет к тому подмазать этом откатную квартиру дать этом чиновникам надо договориться тем надо договориться в конце концов останется из этих 8 квартир есть одна квартира хозяин останется это хорошо а тут 6 квартир все и земля бесплатно как когда-то полученная от государства так что какие дела а так вот так вот ехать сюда можно если хорошее накопление здесь здесь у вас банка на счету деньги были ну приехали с собой ну что могли ну там пять тысяч десять тысяч долларов допустим с собой что это такое это на пару месяцев не хватит на пару месяцев ну пусть три месяца ну а дальше то что не бежать так сломя голову как эвакуация не стоит надо свою страну обустраивать а те которые вот эти знаменитости все которые бежали и им надо сказать так теперь мы поставили все на ноги все хорошо теперь можете не возвращаться до свидания вот на чужбине есть на чужбине ребята на чужбине есть на чужбине не сладко это надо выживать каждый день выживать хорошо если у вас в этой чужбине есть свое гражданство все хорошо тогда вы чем-то защищены работа вот какая-то тогда да это не чужбина уже а когда у тебя нет ни гражданства не выношение жилья ничего не денег все бежать то опять же с собой детей протащить еще маленьких со школ забрать таких тоже я здесь много видел и вижу это вообще глупо вот такие вот у меня вот такой у меня вот вам разговор с утра всем хорошей пятницы а я поехал по делам пока